доброе утро вернее уже день мы сейчас остановились в таком красивом месте собрание как раз только что закончилось мы остановились отдохнуть едем сейчас поюте увидели что здесь первый раз кстати я вот на таких вот ну мы заезжаем если нужно отдохнуть на такие места открытый чтобы ну как то хочется знаете еще этот не просто мимо пролететь а увидеть красоту творений бога вот и никогда не видела в таких местах чтобы продавали что-то как вот у нас раньше а здесь индейцы смотрите он горшки выставили какие-то там бижутерию какую-то вот две машины стоят и еще зарабатывают в таком месте красиво очки надо надеть что ярко очень яркое солнце я посмотрела по погоде 19 градусов сейчас потому что мы на горе на вот как я вам показываю говорила бижутерия наваха племени наваха and горшки для продажи смотрите какая красота там похоже каньон виталик уже уже там уже в каньоне он вообще бесстрашно стоит на самом краю я гравитал если ты до старости доживешь это будет чудо это же надо но и либо до старости либо дар магеддона вот потому что уже тут видео снимала не знаю попало или нет там я говорю виталик уйди отсюда стоишь на краю а он мне еще такой давай иди сюда тоже я говорю ну конечно сейчас как все вместе полетим так посмотрите какая красота только я не знаю где виталик уже посмотрите туда можно спуститься но наверное только до определенного какого-то края дальше вот видно что каньон глубокий короче я виталика не нашла надеюсь он еще на этой на верхней стороне не знаю я его кричу даже не нет не откликается что-то переживаю на встречу мне отсюда шли муж женой улыбается здоровается он как здесь обычно все мы подошли к вам с вами краю но сам к самому краю конечно не пойду я не такой бесстрашный человек но вернее я некоторых случаях бесстрашно но высоты я боюсь здесь это не такой сильный обрыв но тоже мало не покажется вот отсюда наверно кошмар обалдеть как высоко как глубоко вернее я не знаю мне кажется камера не придает насколько это ой мне аж дыхание сперло и сердце забилось в панической атаке можно складывать я не знаю где виталик знаете как красиво вот это вот скала еще чуть-чуть поближе подойду на это все что я могу сделать для чувствовать какая тишина слышать аж в ушах звенит после работающего трака звенит в ушах от тишины он идет в кустах красная футболочка хорошо что не догадался здесь пройти увидел что здесь вообще и там обошел а я уже переживала виталик ты же здесь да ты меня видишь а до этого не видел хотел уйти до ты побоялся с ума сойти ну надо же благоразумие виталик прежде всего до бесстрашие это одно но благоразумие важнее таких местах посмотри как виталик соскользнет много там такой утёс просто обалдеть да а ты здесь то видел как глубоко там еще глубже ну вот я вот тут вот стоял вот на краю а я тебя кричала ты чего не слышал очень вышел афа какое нет быстро глохнет пойду я на тот утёс сама посмотрю вам покажу так змей нет на пути вот так вот с такой собралась на виталик вот тут был на высоком утёсе и кстати муж женой тоже с этой стороны вышли вот я сюда сейчас пришла смотрите какая красота вот то что я фотографировала вот тут скалы боюсь что-то туда идти посмотрите как там глубоко высота невероятная нет туда я не пойду точно у меня уже голова кружится кругом вот такие вот видите скала сейчас справа такая же была и сверху камешек кажется что маленький камешек они на самом деле конечно он большой но так интересно как будто кто-то этот камешек туда положил такая местность в июте невероятная у нас стекло снова все заляпана извините процесс от нас независящий и не везде возможно остановиться чтобы почистить посмотрите какая красота дух захватывает гряда желтых гор гряда желтых гор какая красота сады да я тоже сразу про новый мир думаю как оно будет здесь в новом мире кто-то здесь свой дом подставит кто-то там его друг кто-то будет заниматься за какой-нибудь строй как она тысячелетиями разрушается у меня есть таймлапс на миллион лет все таки давай давай таймлапс на миллион лет класс а вот там вот справа ведь нью-мексико да вот туда нью-мексико и там даже видно вот эти горы которые подрезаны в нью-мексико они сверху такие прям пряменькие потому что из нью-мексико скорее всего вот эти вот индейцы наваха приехали продавать свой товар горшки и так далее может быть здесь где-то живут между нью-мексико и здесь ну потому что там вот их территория наверное не близко они ехали может они вообще не живут в резервации кто знает может просто под эту удочку продают я ничего не утверждаю я просто говорю что вот там вот в той стороне нью-мексико нью-мексико и там резервация есть смотрите смотрите какая красота закрыли справа открылась другая но на камере не передает потому что глаз видит эту гору красный а камера не передает так цвет что она прям красная потому что из машины еще через стекло вот мы как прямо в гору едем посмотрите тоже красная красная смотрите какая скала все красное мы въехали в колорадо сейчас заправляемся придется это есть потому что тут рядом ничего нет и внутри в этом в пайлот нет никакой кафешки толком какие-то сосиски крутятся на вертеле Виталик бы их съел но я не могу уже ладно уже пиццу я не люблю пиццу и вообще все такое это не моя еда вообще не моя как я страдаю в этом в этой поездке именно в этой поездке потому что с холодильником проблема вы же видели я в принципе если есть из чего готовить я готовлю у меня есть кастрюлька если есть возможность заехать бобтейлом но мы сейчас с окруженным трейлером если есть возможность на волмарт заехать на территорию волмарта то в волмарте можно котлетки купить я их готовила но не всегда есть такая возможность а есть то хочется каждый день а не через день или через два ой поэтому приходится вот а нам на самолет послезавтра получается сейчас тоже закупать сильно не будешь потом все это выкидываю ну хотя бы знаете если была возможность на волмарт заехать то по чуть-чуть бы мы на один раз взяли бы тех же самых креветочек котлеток но нет возможности поэтому поедем дальше сейчас съедим эту пиццу и поедем мы по колорадо там вот так вот вот так вот колорадо а еще вот так вот и еще вот так вот там красота неописуемая но стадашно иногда бывает сейчас нормально потому что ни снега ни гололеда но зимой здесь жесть наверное это не наверное а ведет там очень часто кто не видел предыдущее наше видео как мы ехали в эту сторону по этой дороге по семидесятке то я показывала и раз говорила ну в общем там видно наверно видео очень часто там вот эти вот runaway называется runaway которые ты можешь использовать если у тебя тормоза отказали и заехать на вот эту вот не асфальтированную дорогу которая поднимается вверх чтобы затормозить тракт тяжеленный в случае чего потому что там ну необходимость в таких вот местах потому что если несется груженные фуры отказали тормоза что ты сделаешь с горы лететь или там подминать все легкоушки что вот поэтому вот этот вот ну придумали такие вот съезды наверх тормозные пути такие убежать с дороги что runaway ой что-то я это самое сейчас скоро моя смена по этим горам у меня немножко этот ну чуть-чуть рука нога отошла но все равно чувствуется как будто такая этот ну ватность но уже лучше чем было когда я вообще испугалась думала что-то с сердцем у меня инфаркт микарда или там инсульт уже знаете все подумала девчонки сказали еще с сестру еще поговорила ну вроде как симптомы не сердечные скорее всего вот когда я ехала и вот при этом ветре держала фуру пыталась удержать да плюс еще ну очень волнительно было ехать по такой трассе и я сильно вот этот что видимо у меня куда ну уносил я видимо вот этой рукой так больше всего держала чтобы чтобы подруливать видимо чтобы меня не стащила на соседнюю полосу либо на эту либо вообще с дороги и вот этой рукой видимо я таком было напряжение что-то у меня там защемило я это самую рука нога левая у меня как-то отнимались сейчас Виталику позвоню может отъехать надо посмотрите прям в пустыне люди сделали сад оазис такой посадили деревья там мы сейчас проезжали я видела виноградники дома крутые большие и посмотрите как они живут здесь гора красивая там гора и вот они в такой как сказать вожбине устроились куда ни посмотри у них красота ну дорога но они достаточно далеко некоторые от дороги живут но все равно они тут ведут какое-то хозяйство что-то кто-то что-то выращивает у них свое такое комьюнити среди гор очень классно мне понравилось прямо и дома ну видно что они здесь так зажиточно живут свое что-то выращивают продают и Колорадо все-таки это кстати мы уже заехали этот я наверное не говорила мы въехали в Колорадо из Юты после Денвера уже будет конечно другой Колорадо не такой каменистый ну в общем да хотя тоже кстати после Денвера он наоборот будет такой этот пустынный а здесь горы все-таки реки есть какие-то растения речка у них это получается эти жители того места которое я показала могут ходить на речку рыбачить в конце концов да очень хорошее место для жительства я считаю если еще там дружить с кем-то чтобы знаете ходить в гости друг к другу встречаться общаться ну чтобы не совсем а то со скуки со скуки с ума сойти наверное население не такое большое это работа дом дом работа чтобы хоть какое-то общение было чтобы было куда-то сходить съездить я не знаю тут какой близко дом о этот город большой крупный сейчас посмотрю самой стало интересно нет так вот в сторону куда мы едем до Денвера 3.30 отсюда получается самый такой крупный город я специально посмотрела Коска Коска только в Денвере вот чуть-чуть позади до вот этого места палисад который называется по-русски палисад вот надо же назвали так еще красиво да вот в этом палисаде и чуть дальше там несколько городков они как бы соединены получается как бы вместе прям крупного такого названия не увидела но достаточно большой такой этот где люди живут там есть улицы вот там может быть есть и магазины и кафе и рестораны наверное вот так река как красиво среди гор вот это вот прям очень кто выбрал видимо это место понял чем он там будет заниматься построил себе дом и живет себе да как один человек тут прочитала недавно где же что-то в Нью-Йорке что-то там это это поэтому типа я и не живу в Нью-Йорке сейчас а купил себе дом живу и потом фотки я у него посмотрю я не помню что за пост был и почему он не живет сейчас в Нью-Йорке что-то там в Нью-Йорке случилось ну короче посмотрела его фотки вот смотри он эти ульи поставил живет в Южной Каролине свой дом и занимается пчеловодством по-моему это даже дальнобойщицкий какой-то был пост в группе дальнобойщих не помню что-то про Нью-Йорк было а что в Нью-Йорке недавно произошло ну в общем не суть важно в общем люди выбирают такие места часто подальше от мегаполисов потому что устаем там уже жить в таких мегаполисах люди выбирают спокойную размеренную жизнь все чаще но и в Нью-Йорке по-моему народу не убавляется так-то короче каждый выбирает что ему по душе в данный отрезок времени смотрите-ка водичка мастекает плотина да? а? да этот уровень воды тут выше тут ниже так вот и едем среди гор дальше Колорадо до самого Денвера три с половиной часа это двести миль наверное сто сто девяносто шесть он мне показал будем ехать среди вот так вот гор слева отвесная скала справа бывает отвесная прямо вот едешь в таком тоннеле в коридоре каком-то и думаешь только бы камешек какой не упал случайно на дорогу надо сказать что здесь в Колорадо очень сухой климат где-то мы ехали двенадцать всего лишь процентов до двадцати ну где-то может двадцать с небольшим двадцать один но сухой климат в большинстве ну где вот мы проверяли и вот одна из дальнобойщиц сказала в чате у нас что мы хотели жить в Колорадо выбрали так понравилось так понравилось хотели переезжать а потом узнали что сухой климат а мы говорит все астматики и говорит им только из-за этого не переехали в Колорадо а так просто все в восторге конечно от этих мест и несмотря на то что с такой сухой климат есть водоемы да то есть и даже не спасает вот это вот чтобы увлажнить как-то воздух где водоемы может чуть-чуть чуть-чуть более влажный климат процентов на пять можно сейчас посмотрю здесь раз здесь река сейчас узнаю так палисад мы уже давно проехали это какой-то моаб моаб м-о-а-б двадцать семь градусов какое же сегодня десятое что ли сентября двадцать семь градусов и девятнадцать процентов влажности тоже низкая очень ну сухая земля да ну очень очень завораживающие виды очень красивая земля горы кстати чтобы ну не возникало вопросов получается что немножко ну как бы чтобы ясно снести я сейчас посмотрела вот здесь мы едем Джорджтаун и здесь пятьдесят девять процентов влажности и примерная влажность в Денвере то есть видите здесь уже не такие прям скалы скалы голые а тут уже с деревьями идёт кое-где там озеро видели реки тоже то есть здесь не во всей в общем в догонку говорю не во всей ну вернее не во всем Колорадо сухой климат и наверное не всегда вот озеро видите как вот есть места здесь а может еще и зависит от времени года кстати сейчас едем знаете сколько здесь градусов десять ехали до этого чуть повыше восемь было градусов ночью будет я посмотрела три градуса то есть не за горами заморозки хотя начало сентября ну как начало первая половина сентября сегодня десятое число и уже вот такая погода здесь самую высокую точку мы проходили это если перевести в километрах километры три с половиной километра мы так высоко поднялись на гору сейчас потихонечку спускаемся то есть три с половиной километра это уже ну там во сколько этот снежный этот рубеж как посмотришь две с половиной две с половиной ой уши отложил этот глотнула и уши этот отложила как говорится заложенные вот облака лежат уже видите а мы вот там все вот наверху были выше сейчас так как спускаемся то есть мы по районе облаков считай были да ну выше выше сейчас все на спуск на спуск спускаемся спускаемся к Денверу а за Денвером уже не будет таких вверх вниз гор прям будет чуть чуть повыше чуть чуть пониже но более менее уже не так как здесь американские горки почти доехали до Денвера Джорджтаун это уже так очень близко к Денверу где то может быть минут двадцать двадцать пять и уже будет окраина Денвера западная окраина его прохладно на улице надо же восемь градусов десять градусов днем днем где то около пяти наверное вечера сейчас можно сказать что и днем не такой уж и вечер вот пасмурно все заволокло тучками облачками кругом лежат много могут выпрыгивать животные здесь здесь кстати вот такие олени нарисованы там вот чуть подальше когда ехали там были вот такие большие нарисованы с большими рогами ветвистыми ну короче лосик либо морал или как их там еще называют но что-то такое да большое лучше ну я и говорю я не сказала что лось это олень кстати я сказала что тут олени нарисованы а там большие с большими рогами лось и короче все свои собственные лось так и конкретно лось это там все ну там есть ну в общем здесь лоси нету больше здесь здесь моралы 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 оси в этом есть в юберге холодно Виталик что-то нас прям дует так холодно я уже пледом укрылась мне холодно даже прямо может замерзла в холодном колорадо под нашим кондиционером вроде с кондиционером ничего не меняли но видимо какой воздух забирает из этого видимо это тоже влияет именно в нашем траке когда бывает жара-жара кондиционер не сильно справляется я замечаю ничего не поправляю и еду и вечером уже солнце садится и оттуда как холодный подует думаю опа надо потеплее делать то есть видимо у нас кондиционер так работает зависит от погоды и вообще мы едем снова вверх поднимаемся и похоже что мы в облачко заехали потому что это не дождь а такой мелкий-мелкий как бы как от тумана вот видите вот прямо здесь Здесь мы на уровне облака, то есть мы сейчас в облаке и капельки, вот эти мелкодня, это от него, настолько высоко тоже мы поднялись, получается 7911 фит. Вот большие вот эти вот моралы. Упс, влажно как, white knife crossing, короче перебегает, дикие животные, дикая жизнь. Вот, посмотрите, как мы близко к этим, к облачкам. Вот, прямо на нашем уровне, видите, вот справа, слева облака. Может быть это и дождик был, не знаю, но не похоже, что дождик. Просто вот такая влажность опустилась и все намочило. Какой домик симпатичный.